Мониторить погоду по областным федеральным сайтам здесь больше не актуально. Теперь по городу установлены видеокамеры, где видно любую дорогу. Народный бульвар, вокзальная, Ленина. Мастер наблюдает за ситуацией регулярно. Если выпадают осадки, то на смену выходят автомобили для очистки дорог. У нас колосуточное дежурство. В среднем порядка где-то 24-27 единицы в постоянном дежурстве. В случае выпадения осадков они выезжают. Сначала город обрабатывается песко-соляной смесью или реагентом. Потом происходит у нас выдержка, так сказать, и машины выходят на подметание. Смена водителя составляет 12 часов с 7 утра до 7 вечера. И наоборот. Так работают неделю, потом меняются. За каждым закреплен свой автомобиль, в котором водители, как водится, души не чают. Эта машина уже новая. Зимой она разбрасывает песко-соляную смесь или реагент и подметает улицы. А летом часть оборудования убирают, и КАМАЗ превращается в самосвал. Олег Калугин, водитель, рассказал, что обучиться всем тонкостям управления новой техники несложно. Вот они кнопки уже здесь работают. Сначала сейчас насос включаю, а потом уже пошло все вот это дело. Для чего эти кнопки? Эти кнопки поднимать плуг, щетку и песко-разграсы. Плавущий режим. Здесь плавущий режим на щетке и на плугу. Что значит плавущий режим? Это когда ты ездишь по неровности, чтобы плуг не сломать, он плавает. Все эти ямки выпребают. Олег Калугин вместе с другими водителями за два дня вывез с городских улиц около 10 тысяч кубометров снега. Всего на улицах города работало больше 100 единиц техники. Мы стараемся убрать все. Акцент делается на дороге с маршрутами движения общественного транспорта, чтобы город с утра, жители проснулись и попали на работу. В дни снегопада дирекция благоустройства города работала в усиленном режиме. Была задействована вся техника предприятия и дополнительные бригады. Особое внимание уделяли обращениям граждан, которые поступали на дежурные телефоны. Однако не по всем дорогам проехала техника дирекции благоустройства города. Часть территории находится в ведомстве у подрядной организации. В настоящее время по поручению заместителя главы администрации города эти участки проверят. Если будут выявлены существенные недостатки, то подрядчик оплату не получит. Валерий Седов, Анна Герцовская, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.